Продолжение следует... ...эффективнее задействовать нашу ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития нашей экономики, наших регионов, для создания принципиально новых возможностей для граждан РФ. Так, в короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов, имея в виду покрытие качественных связей всей территории нашей страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли. Такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути. Добавлю также, что применение космических услуг в разы увеличивает динамику развития потенциал компаний и целых секторов экономики, в том числе таких перспективных индустрий, как робототехника, экономика данных, а также беспилотный транспорт. Отмечу, что работу в сфере беспилотных авиасистем мы уже ведём в рамках соответствующего национального проекта. Такой комплексный механизм существенно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора отечественной экономики, обеспечивает межотраслевое рассмотрение вопросов в его развитии. И, безусловно, нацпроект позволяет собрать в единственный кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса, системы образования и подготовки кадров. Такие же подходы считаю необходимым использовать и в развитии космического сектора отечественной экономики. В этой связи прошу правительства до 1 июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект. Нацелить его на формирование мощной, суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. При разработке такого проекта важно максимально конкретизировать цели. Обозначить чёткие задачи, решаемые с помощью космоса, параметры космических услуг, предоставляемых потребителям. Выстроить понятные, отвечающие вызовам времени правила, современную нормативную правовую базу, снизить регуляторные барьеры. Сейчас с молодыми специалистами из УТР встречались, несколько вопросов как раз на эту тему и прозвучало. О снижении регуляторных барьеров. И, безусловно, нужны эффективные шаги, которые позволят сделать отечественные сервисы качественными и глобально конкурентоспособными. Обращаю внимание, новый нацпроект должен быть построен на основе современных финансовых и организационных механизмов, включая диверсификацию источников финансирования, привлечение внебюджетных средств в космическую сферу. Для этого обязательно нужно предложить действенные стимулы для расширения участия частных компаний в развитии отечественной космической индустрии. Уважаемые коллеги, в таком тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных, как это называют специалисты, многоспутниковых группировок. Что для этого, на мой взгляд, необходимо? Первое. Это налаживание именно серийного производства космических аппаратов, переход конвейерной сборки. Мы с Юрием Ивановичем многократно эту тему поднимали на наших с ним беседах на предметах развития отечественной космонавтики и освоения космического пространства. Знаю, что и Роскосмос, и частные компании сейчас только об этом тоже представители этих компаний рассказывали, такую работу проводят. Я прошу правительства подумать, как максимально ускорить развитие наших производственных возможностей в этой сфере. И в целом важно максимально полно использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой инфраструктуре, необходимой для выпуска и тестирования спутников и их компонентов. Второе. Нужно существенно, а точнее радикально снизить стоимость доставки космических аппаратов на околоземную орбиту, создать необходимую инфраструктуру именно для массовых запусков спутников, включая малые космические аппараты, и обеспечить доступ к ней для частных технологических компаний. Хотел бы подчеркнуть, это обязательные принципиальные условия для ускоренного, фальсированного развития рынка космических услуг. Данные вопросы нужно учесть в том числе в рамках работы по созданию нашей новой ракетной техники. Третье. Чтобы привлечь инвестиции в создание орбитальных группировок, обеспечивать окупаемость таких крупных проектов, необходимо чётко понимать, какие конкретно продукты, данные, услуги, связи, другие сервисы потребуются государственным и частным заказчикам не только сегодня, но и в перспективе. По сути, речь идёт о формировании долгосрочного заказа на космические услуги. Поэтому считаю необходимым уже сейчас предусмотреть, зафиксировать использование таких услуг в государственных программах, планах развития инфраструктуры, а также регионов, отраслей и даже отдельных предприятий. И, конечно, требования заказчиков, а значит и качество предоставляемых сервисов должны постоянно расти. И в этой связи четвёртое. Как и во всех других секторах экономики, в космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно. Во многом потому, что госструктура, как правило, получает услуги, продукты Роскосмоса безвозмездно, даром. И, конечно, такая практика искажает конкуренцию, лишает сам Роскосмос мотивации работать над повышением качества продуктов. Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок. Пятое. Сегодня всё сильнее, активнее развиваются рынки Азии, Африки, Латинской Америки. Масштабные социально-экономические планы и у наших партнёров по СНГ, Евразес, ШОС, БРИКС, других объединений. Они готовы формировать новые сегменты экономики, увеличивать свой технологический потенциал. И, конечно, Россия это стремление должна поддержать. У нас здесь есть, что предложить. Поэтому считаю важным активнее развивать экспорт наших космических продуктов и услуг. И прошу правительства представить конкретные предложения по дальнейшей организации такой работы. Уважаемые коллеги, сейчас хочу сказать о ключевой составляющей заявленного сегодня национального проекта по развитию космического сектора отечественной экономики. Да, и вообще всей нашей работы в области космонавтики. Речь, конечно, о кадрах, о подготовке учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, которыми всегда славилась наша космическая отрасль. Следует предложить конкурентные решения, направленные на совершенствование всех уровней образования в космической сфере, в том числе с учётом появления принципиально новых профессий и технологических направлений. Одновременно должны быть созданы условия, чтобы школьники, студенты, вообще молодёжь могли участвовать в реальных проектах, решать прикладные задачи. И в том числе нужно расширить уже действующую у нас программу по сборке так называемых школьных спутников и запустить соответствующую программу в колледжах и университетах. Хорошая идея – создавать студенческие конструкторские бюро, дать возможность вузам осуществлять неокры в области космоса. И, конечно, нужно наращивать просветительскую деятельность, чтобы наше новое поколение, юное поколение, молодое поколение мечтало связать свою жизнь с космонавтикой, с работой в этой сфере будущего. Вот, Юрий Иванович, сейчас молодой человек предложил проводить ежегодные конкурсы в сфере инноваций в космической области. Мне кажется, надо поддержать. Также очень интересная может быть история. Разумеется, важны и все составляющие поддержки молодых специалистов в космической сфере, включая повышение их заработных плат и решение жилищных вопросов. Послушайте, вот я сейчас смотрел документы перед нашим совещанием. Ну, в региональном измерении на предприятиях космической отрасли ниже среднего уровня заработной платы находится. Честно говоря, даже для меня это неожиданно. Ниже средней по экономике, по регионам. Я понимаю, что с кондачка такие вопросы не решаются, но всё-таки руководители отрасли, правительство в целом должно обратить на это внимание. И, кстати говоря, и по жилью у нас большой набор льготирования по ипотеке в сотрудники космической отрасли не попадают ни в одну из них. И это при том, что зарплата, скажем, достаточно скромная. Но так мы здесь не удержим кадр. Я прошу правительства подготовить дополнительные меры на этот счёт. Отмечу, что все эти темы мы только что, как я уже сказал, поднимали с молодыми специалистами, учёными ракетно-космической отрасли, работающими. Особенно ценно, что они унаследовали, вот это я хочу подчеркнуть, от создателей нашей космонавтики самые главные качества. Добиваться больших целей, служить Отечеству. Они увлечены своей работой. Ведь таких людей нам нужно дорожить, удерживать в отрасли. Новым значимым шагом нашей страны в освоении космического пространства коллеги называли создание российской орбитальной станции. Я согласен, что нам нужно оперативно принять решение по данному вопросу. Все собравшиеся, ну, практически все знают, о чём идёт речь, тем не менее, я скажу. В ноябре этого года работающая сейчас на орбите Международной космической станции исполняется четверть века. И в следующем году она по изначальным планам должна была бы завершить свою миссию. Поскольку функционирование МКС вряд ли возможно без наших российских компетенций, мы продлили своё участие в проекте до 2028 года. Очевидно, что это только временное, промежуточное решение. И Россия, как одна из ведущих космических держав, должна смотреть далеко вперёд, принимать во внимание задачи нашего суверенного, долгосрочного развития и, конечно, обеспечивания национальной безопасности. Именно поэтому наши специалисты приступили к разработке тактико-технических характеристик нашей собственной российской орбитальной станции. Без сомнения, проекты такого уровня должны учитывать все передовые достижения науки и технологий. Иметь потенциал для выполнения задач будущего. Так, что касается непосредственно нашей орбитальной станции, то она призвана стать форпостом России для изучения и покорения Вселенной. Ну и, конечно, она должна максимально обеспечивать наши интересы и в сфере безопасности, и в сфере экономики. Ну, имею в виду вот эти 51,60 градусов МКС. А наша по… Вы предлагаете, чтобы… Сто? Сто? Сто девяносто шесть? Сто девяносто шесть? Девяносто шесть. Да, да, да. И тогда она будет покрывать почти всю территорию Российской Федерации. Всё абсолютно. Ну вот. Конечно, для нас это принципиально важно. Отдача от её работы будет совершенно другая. Предлагаю сегодня детально обсудить как перспективные, так и прикладные задачи, которые могут решаться с использованием потенциала станции, а также ключевые финансовые и технические аспекты реализации этого масштабного проекта. Давайте начнём. Пожалуйста, слово руководителю Роскосмоса Ирёю Ивановичу Борисову. Пожалуйста, Ирёв. Продолжение следует...